В официальную статистику, как правило, попадают только очевидные случаи суицида, которые не вызывают сомнений. Реальное количество самоубийств многократно превосходит числа, приводимые в статистике. 10 сентября – Всемирный день предотвращения самоубийств. Международная дата, которая отмечается по всей планете ежегодно, начиная с 2003 года. Всемирный день, посвященный данной проблеме, начал проводиться по инициативе Международной ассоциации по предотвращению самоубийств при активной поддержке Всемирной организации здравоохранения и под патронажем Организации объединенных наций. Итак, что же такое суицид? Суицид – это умышленное самоповреждение со смертельным исходом лишения себя жизни. Различается истинный суицид, демонстративный суицид и скрытый суицид. Истинный суицид является истинным желанием умереть, он не бывает спонтанным, человек к нему готовится. Демонстративный суицид отличается тем, что у человека нет мысли умереть, он хочет показать свое желание перед публикой. Скрытый суицид – это косвенное желание умереть, то есть оно проявляется в разрушающем поведении, то есть быстрой езды на автомобиле, употреблении наркотических веществ, алкоголе. Количество самоубийств в настоящее время составляет около 800 тысяч в год. Согласно приводимой его статистике, в третьем тысячелетии от суицида погибает больше людей, чем из-за всех войн и насильственных убийств вместе взятых. Всемирный день предотвращения суицида по замыслу представителей Международной ассоциации по предотвращению самоубийств призван привлечь внимание властей и общественности к этой проблеме. Признаками суицида являются депрессивные настроения, потеря аппетита, сна, зависимость от алкоголя или наркотиков, чувство изоляции отверженности, люди думают, что их не понимают, утрата семейного и общественного престижа, ощущение безнадежности и беспомощности, неспособность или затруднение общаться с окружающими. В мыслях и речах такого человека проявляется фатальность, то, что они не могут жить, им тяжело. Если человек замечается за собой трудности, кризисную ситуацию попадает, всегда можно обратиться анонимно в кабинет анонимной медико-психологической помощи, которая находится в поликлинике нашей, в 50-м кабинете. Там принимаю я, а также специалист-психолог. В психиатрическом отделении Рассказовской ЦРБ существует комната релаксации. Любой желающий совершенно бесплатно может отдохнуть и привести себя в норму. В спешке нашей суетливой жизни мы часто пробегаем мимо проблем других людей. Но на самом деле, что может быть важнее судьбы другого человека? Прежде всего, нужно быть внимательнее к людям, которые нас окружают. Виктория Шишкина, Екатерина Студенова, Вячеслав Михайлов. Новости ТВ Рассказова.